Безусловно, если количество подкожного жира в области живота очень велико, то как бы не был хорош проработан пресс с точки зрения мышечных объемов, увидеть заветные кубики не удастся. Поэтому, прежде всего, снижая процент подкожного жира, в среднем от 10 до 12%. Да, это не просто, не быстро и не дешево, но вполне реально. Есть категории людей с высоко посаженной сухожильной перемычкой в области живота. Таким людям практически невозможно значительно увеличить кубики и сделать их ярко выраженными. При очень низком проценте жира это будет просто ровный живот со слегка заметными линиями пресса. Алкоголь, жареная, копченая и сладкая пища в большом количестве нарушают процесс пищеварения и приводят к образованию сильного отека в области живота. Даже при низком проценте подкожного жира лишняя вода под кожей будет мешать разглядеть ваш идеальный пресс. Именно по этой причине я не являюсь сторонником жесткой диеты, ибо удержать ее крайне сложно на длительном отрезке времени. Вместо этого я предлагаю взять под контроль уровень инсулина, главного жиронакопительного гормона и снизить гликемический индекс пищи без перехода на жесткую диету. Мышцы кора это такие же мышцы, как и остальные, поэтому для хорошего прогресса нужно обязательно соблюдать периоды отдыха и восстановления. 2-3 тренировки на мышцы живота более чем достаточно для хорошего прогресса. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok